Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Линия кутикулы отодвигается Очень важно иметь правильную форму ногтей Многие девушки и женщины страдают от этого Им может помочь только аппаратный маникюр Потому что срезая он нарастет в ту же сторону А если мы работаем аппаратом, это спил Поэтому он со временем, эта форма воспитывается Аппаратный маникюр является разновидностью европейского При котором кутикула ногтевой пластины не обрезается А отодвигается с помощью кремов и масел Здесь же используется специальный аппарат С быстро вращающимися шлифовальными насадками С помощью данного аппарата убираются Омертвевшие клетки кутикулы Сама же кожица вокруг ногтя не повреждается Весна 2016 года диктует нам, в принципе, очень много модных тенденций Очень много цветов Но самым трендовым является сочетание черного и белых цветов И сочетание с матовым топом Это является самой актуальной и модной новинкой Но так как 8 марта и весна У нас также в моде единение с природой Цветы, различные принты природные В принципе, можно использовать все Также модные яркие кислотные цвета Но в сочетании тоже с матовым топом То есть матовый топ приглушает вот эту яркость И получается не экстравагантный вид А более приличный, но в то же время и яркий Вы определились с цветом? Да, вы знаете, я хочу быть в тренде Это весной, наверное, черно-белые ногти мне подойдут Хорошо Аппаратный маникюр имеет ряд преимуществ Рост кутикулы замедляется, ногти перестают расслаиваться Он особенно рекомендуется людям с поврежденными ногтями Сухой и быстро растущей кутикулы Если кожа вокруг ногти тонкая Тогда от такого маникюра лучше отказаться Чтобы сохранить красоту и ухоженность ногтей Необходимо прибегать к помощи аппаратного маникюра Примерно два раза в месяц На самом деле для себя я сегодня тоже сделала открытие Очень много лет я пользуюсь только классическим маникюром А аппаратами показался более мягким, красивым, эффективным и тем более эстетичным Вопросом о моложении кожи женщины начинают задаваться С первым появлением первых морщин на лбу в области губ и глаз С помощью массажа от первых морщин возможно избавиться? О пользе массажа можно говорить довольно-таки долго Но, наверное, основная польза – это, конечно же, укрепление мышц лица Причём эффект идёт двойной Мы их и укрепляем, и расслабляем Таким образом как раз проходит профилактика мимических морщин Преждевременного старения И то, что нас всех интересует – коррекция овала лица Массаж лица – один из самых важных элементов омоложения Он подобен процессу углаживания одежды Только пальцами Раз за разом, проводя пальцами по каждой морщине Снимается напряжение в мышцах лица, шеи и кожи головы Уже давно все привыкли ухаживать за своим телом И в первую очередь это спортзал Мы качаем мышцы, мы их укрепляем Но про то, что так же можно поступать и с лицом У нас многие забывают Массаж лица – это та универсальная процедура Которая и позволяет укрепить мышцы, скорректировать овал И в то же время не требует от нас никаких усилий Чудесное действие массажа лица от морщин на кожу очень легко объяснимо Кровь начинает бежать быстрее по подкожным капиллярам Обменные процессы в клетках начинают происходить интенсивнее Кожа получает необходимые питательные вещества в большом количестве Коллаген и эластин начинают вырабатываться в два раза быстрее Кожа становится упругой, а морщины разглаживаются От лица коллектива нашей студии красоты хочу поздравить всю прекрасную половину человечества С замечательным весенним праздником – 8 марта Милые девушки, желаем вам любви, красоты не только внешней, но и внутренней И пусть вас окружают верные, преданные друзья и, конечно же, любящие мужчины И хотим вас очень пригласить на наши открытия на новом месте 10 апреля ждем вас в нашей студии по новому адресу Улица Соборная, дом 48 Вас там ожидают приятные сюрпризы, беспроигрышные лотереи и множество услуг с колоссальными скидками Здоровье людей весной находится и под угрозой В пролежавшую всю зиму овощах и фруктах почти не остается витаминов И наши организмы начинают посылать неприятный сигнал о том, что ему чего-то не хватает Как заполнить корзину правильными весенними продуктами и одновременно не поддаваться мифам о здоровом питании? Мы спросили врача-диетолога В первую очередь, для того, чтобы совершить правильные покупки, необходимо, чтобы вы имели под рукой список всего того, что вам нужно купить Это первое И второе, что обязательно нужно сделать, это покушать, прежде чем пойти в магазин, для того, чтобы совершать все покупки не на голодный желудок, а на сыт И делать покупки осознанно Первое, что я хотела бы посоветовать в качестве правильного перекуса, это зелень Зелень должна быть на столе всегда, в большом количестве и в большом разнообразии Выбирайте самые сочные, самые спелые Возьмите за правило баловать себя не шоколадками, а зеленью И это должно быть не маленьким пучком укропа или петрушки, а достаточно большой тарелкой разнообразной зелени Считается, что свежевыжатые соки полезны Они поддерживают иммунитет, особенно во время весеннего витаминоза Но с другой стороны, именно фреши содержат пустые углеводы и не содержат клетчатку Еще один миф, который мне хотелось бы развенчать, это миф о свежевыжатых соках Фрукты содержат необходимую нам клетчатку И в том случае, если мы выжимаем сок из фрукта, мы лишаем его всего самого ценного и полезного В результате имеем повышенный уровень сахара, а значит, избыточное количество жира С ягодами тоже не все однозначно Например, один килограмм винограда содержит 2000 калорий Это всего на 500 калорий меньше, чем в килограмме вареной колбасы Только за один раз килограмм колбасы не съесть, а кишмише запросто Так что следует соблюдать осторожность с фруктами, ягодами и соками, особенно вечером Свежие овощи и фрукты, это, конечно, замечательно и прекрасно Но нельзя забывать о том, что количество витамина С в них стремительно уменьшается с каждым днем после сбора урожая И в преддверии весны я бы всем советовала обратить свое внимание на шиповник Отвар шиповника содержит просто рекордное количество витамина С Его легко заварить, всегда иметь под рукой И отвар шиповника необходимо весной иметь на столе, ежедневно употреблять его, как замену чая или кофе Прекрасная альтернатива Клюква вообще это чудесный источник биохлавоноидов и витамина С Это великолепный стимулятор, иммуностимулятор А что есть клюквы и вообще с ягодами замороженных можно приготовить? Можно приготовить морс, но вообще я советую лучше всего их просто разморозить и съесть в живом виде Так как сейчас технологии, а именно шоковая заморозка, помогает сохранить по максимуму все витамины, микроэлементы, все полезные вещества Поэтому как только вы разморозите, вы сможете насладиться натуральным вкусом ягод Второй миф связан с рыбой, точнее сёмгой Считается, что это лучшая профилактика атеросклероза Все дело в том, что сёмга богата полинасыщенными кислотами, которые предотвращают образование бляши в сосудах Но, как правило, эта рыба выращивается в неволе, на искусственном корме И наличие полезных кислот оказывается под вопросом Еще один миф, который мне хотелось бы развенчать, связан с рыбой Многие считают, что самые полезные сорта это сёмга и форель Являющиеся источниками полезных полиненасыщенных кислот класса омега-3 На самом деле, первое, на что вы должны обращать внимание, это в каких условиях выращена рыба Если она выращена в искусственных условиях, скорее всего, она не содержит того количества полезных веществ, которые вы ожидаете от неё Поэтому выбирать нужно ту рыбу, которая выращена в естественных условиях, в естественной среде обитания И, в общем-то, не всегда нужно отдавать предпочтение самой дорогой рыбе И обычная наша селёдка и скумбрия могут являться прекрасным источником омега-3 жирных кислот Помогите, пожалуйста, нам выбрать Вот мне понравилась скумбрия у вас и понравилась сельдь Какой-нибудь покрупнее, пожирнее Ну, скорее всего, я приготовлю что-то простое Просто на пару её сделаю и положу на тарелки с большим количеством зелени, трав, пряных, салатных листьев, лимончиком, возможно, фолью А вот мясо – это кислый продукт, который старит С возрастом нужно ограничивать его употребление А если вы молоды, много работаете и не любите мёртвым зимой Тогда ваш здоровый выбор – мясной кусок величиной с ладонь Два-три раза в неделю на обед Гарнир и салат обязательно Как врач-диетолог я не рекомендую продукты промышленного производства Например, готовые котлеты, пельмени, хинкали, чебуреки, всё что угодно И советую заменить их натуральным мясом Филе грудки индейки, грудка куриная Пожалуйста, замечательная альтернатива любой промышленной продукции Раньше считалось, что от хлеба толстеют Если есть хлеб в первой половине дня до 16 часов То ваши нервы, волосы, кожа и фигуры будут в порядке Самый полезный хлеб – ржаной Но отказываться от любимого батона не стоит На завтрак – бутерброд с белым хлебом и сыром А кусочек чёрного хлеба – на обед Если вам сложно сразу отказаться от хлеба, то советую перейти хотя бы на цельнозерновой хлеб Хлеб из ржаной муки, хлеб с добавлением отрубей Внимательно читайте упаковку, чтобы на первом месте было указано в составе именно ржаная мука, а не пшеничная Обращайте внимание на калорийность Калорийность хлеба не должна превышать 200 ккал А вообще, вот расскажи, как думаешь, можно ли себе давать слабинку или нужно собрать строгую, жесточайшую диету? Конечно же, слабинку иногда можно давать, и грешить нужно тоже с умом А жёстких ограничений не должно быть У человека должно быть разнообразное питание, он должен получать всё в достаточном количестве Единственное, что прежде чем что-то купить, конечно же, читайте упаковку, читайте состав продукта Дату изготовления, срок годности, обращайте на это внимание И тогда всё у вас будет замечательно, прекрасно Как известно, красота начинается со здоровья Поэтому в следующем материале мы поговорим о современном и эффективном методе диагностики различных заболеваний МРТ является сложным, но безопасным и наиболее эффективным методом диагностики Он не связан с введением каких-либо радиоактивных веществ Метод МРТ позволяет получать отчётливые изображения внутренних органов А следовательно, помогает установить точный диагноз и назначить правильное лечение На томограммах, выполненных данному пациенту, мы видим картину дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника с множественными грыжами межпозвонковых дисков Это, вероятнее всего, является причиной боли, которыми страдает данный пациент Есть повод обратиться за консультацией к врачу-неврологу В Рязанском медицинском центре по адресу улица Зубковой, 20 Б Вы можете получить необходимые вам диагностические услуги Магнит резонансной и компьютерной томографии На новейшем и высокоточном оборудовании Пройдя данные исследования, здесь же можно обратиться за консультацией к врачу-неврологу На базе полученных данных врач выстраивает комплексное лечение В отличие от рентгенологического исследования, на МРТ можно хорошо видеть не только костный компонент, а мягкие ткани организма Связки, мениски суставов, жировую ткань, мышцы, кровеносные сосуды У исследований МРТ существует ряд противопоказаний Это наличие в теле пациента, кардиостимулятора, протезов, клапанов сердца, искусственных суставов, имплантов, беременность на протяжении первого триместра Максимально допустимый вес пациента – 180 кг Выгодное отличие нашего медцентра – это возможность брать пациента с любым ростом и весом более 120 кг, а также обследовать маленьких детей В нашем центре действует постоянная система скидок к пригодным категориям граждан Число к которым относятся пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, медработники, призывники и дети до 14 лет Существуют скидки ко всем праздникам, о которых пациенту могут узнать на сайте и по телефону нашего центра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова